Всем привет! С вами Арпад. Я вас приветствую в серии моих обучающих видеороликов по мансийскому языку. Многие из моих подписчиков спрашивали меня, когда же ты наконец сделаешь это видео. И вот собственно и оно. Вернее не одно видео, а целая серия видео. Поэтому не будем долго болтать, а примемся за работу. Поехали! Этот курс будет очень интенсивным. Я советую вам записывать все, что я скажу, в своей рабочей тетради, чтобы вы потом не искали по видео, не спрашивали, где же он записал это слово. Кроме того, я буду давать вам домашнее задание. Все ключи будут расположены на сайте Wix. По-мансийски этот язык называется Манхи Лаатен. Первое значение слова Лаатен – это слово, а второе значение – это язык. Мансийский язык – это угорский язык, носители которого живут в Западной Сибири. Про-угорский язык существовал до конца второго, начала первого тысячелетия до нашей эры. А затем, из-за потепления климата, этот язык распался на про-хантыйский, про-мансийский и про-венгерский. В древние времена манси жили по обе стороны от Урала. И предки северных манси жили на территории Прикамья. Но потом Коми переместили этих манси за Урал. В 19 веке существовало несколько диалектов. Это северный диалект, восточный диалект, он же кандинский диалект, западные диалекты – это пилымский, вагельский, нижний и средний лозвенский, а также южный диалект – тавдинский диалект. Сейчас существует только северный диалект, но остальные диалекты записаны лингвистами. Если вы хотите взглянуть на тавдинский диалект, то существует сайт венгерского лингвиста Норберта Силади. Остальные диалекты представлены в работах Мункаче в венгерском переводе. Все ссылки будут в описании. Кстати, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Мне будет приятно. Благодарю. Мы будем рассматривать северный диалект, который, по всей видимости, лингвистами скоро будет выделен как отдельный северомансийский язык. Мы будем рассматривать сыгвинский верхнесосинский говор, то есть литературный говор. Кстати, рэпер Бизо – носитель верхнелозвенского говора, и мы тоже его иногда будем касаться. Первое, о чем я должен сказать, это то, что в мансийском языке ударение ставится всегда на первый слог, как это делается в финском и венгерском языке. В индоевропейских языках вообще нет практически правил, как ставить ударение. А в тюркских языках ударение ставится на последний слог. Прежде всего рассмотрим алфавит. Что мы здесь вообще видим? Мы видим гласные с черточками сверху и без черточек сверху. Эти черточки называются диакритические знаки или просто диакритики. Здесь они используются для того, чтобы обозначить долгие гласные. То есть у нас есть обычные и долгие гласные. И теперь я хотел бы зачитать отдельные буквы, чтобы стало понятно, как все это звучит. А. А. Вот эта буква, она вытягивается всегда, как и все буквы с диакритическими знаками. Вне зависимости от того, находится она в начале, в середине или в конце предложения. Причем, если она стоит в начале предложения, то на нее еще и падает ударение. А если в середине, то она просто вытягивается, а ударение у нас все равно ставится на первый слог. Всегда. И в качестве примера приведу такое слово, как ОЛЕН. Здесь всего одна долгая гласная. А ОЛЕН здесь уже две долгие гласные. Причем одна из них вторая, она же и в конце. И это два разных слова. Одно означает будь, второе будьте. ОЛЕН. 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 Вот так это произносится. Дальше. Б. Заимствованная. Дальше. Буква О. Это не русское В. Не В. Это О. Дальше. Буква, которая читается в литературном диалекте как Г. А в верхнелозенском диалекте она читается как Е. Е. Поэтому если вы встретите верхнелозенских манси, они вам скорее всего и произнесут и напишут ее именно как Е. То есть они будут писать не как ЯНЫ, а как ЯНЫЙ. Дальше. Де заимствованная. Дальше. Е. Это гласно-йотированная. И вот этот звук Е. Э. Он произносится как в слове сеть. Сеть. Э. Но мы к нему еще дальше, мы с ним дальше еще столкнемся. Дальше. Ё. 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 Ж. З. Заимствованная. Дальше. И. Этот звук может звучать как русское И и как русское И. Либо как что-то среднее. Причем этот звук выражается сразу двумя буквами. Но у второй буквы есть еще одна очень важная функция. И мы о ней еще поговорим. Дальше. И краткое. К. Л. Л может смягчаться. Перед буквой И. Например. Или перед буквой Е. Дальше. М. Н. Н тоже может смягчаться. Дальше. Вот этот жуткий знак с хвостиком. Что это такое? Это носовой звук. Звучит он как Н. Допустим. Хонха. Хонха. Вот так он звучит. Дальше. О. 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 Вот этот звук он в верхнелозинском диалекте может превращаться в У после буквы В. Например. Слово. О. Оно в литературном диалекте читается как У. О. 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 Она может ослабляться. И тогда она звучит ближе, как «щ». Вот такой звук происходит. Дальше. Твердый знак. Дальше. И. И. Вот эта буква, она совершенно равнозначна букве «и». Но у нее есть одна очень важная особенность. Она может играть роль швы. Что такое шва? Шва – это вот этот звук, который, например, слово «молоко». М-ла-ко. Вот этот звук «э». Вот этот звук, который между «м» и «лэ», или между «лэ» и «кэ». Это шва. Дальше. Мягкий знак. Э. Э. Вот это как раз-таки есть тот самый звук «э». Не ютированный. То есть буква «е» была ютирована, а «э» вот она не ютированная. То есть тот же самый звук. Дальше. Ю. Ю. Я. Я. Вот, собственно, и все. Первая тема, которую мы рассмотрим, это местоимение. И в конце еще дополним несколькими словами. Ну, чисто, в догоночку. Для начала рассмотрим личные местоимения. Ам. Я. Нам. Ты. Тау. Он. Мен. Нас двое. Мен. Вас двое. Тен. Их двое. Это важно. В монастыльском языке есть двойное лицо. Маан. Мы. Нас много. Нан. Вы. Вас много. Тан. Их много. Теперь рассмотрим основные вопросительные местоимения. Манр. Что. Хочут. Хонха. Кто. Холод. Где. Хумус. Как. Манры. Это почему. Хунь. Когда. Хотл. Откуда. Хотль. Куда. Манхурев. Какой. Теперь рассмотрим некоторые важные слова. Паша Олен. Здравствуй. Паша Олен. Здравствуйте. Паша. Привет. Ты. Этот. Таи. Тот. Ёмас. Хороший. Люль. Плохой. Ху. Рыба. Тур. Озеро. Ати. Нет. Дальше. Атим. У кого-то чего-то нет. Например. Титур. Холатим. В этом озере нет рыбы. А-а. Да. Оно звучит так. А-а. Вот так оно звучит. Соль. Правда. Но оно иногда используется как да. Сака. Очень. Матр. Что-то. Ход-то. Кто-то. Ут. Вещь. Коу. Дом. Кстати, если вы хотите сказать, что, например, я дома или кто-то дома, то здесь следует использовать слово юн. Ну, например, ам юно алаю. Но вы с этим столкнетесь только в следующем уроке. Прямо стою. Тихо. Тихо. Махури. Тихо, Сакальвуль. Тихо, Ёмас. А-а. Сол. а мать а а а а